Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ, вторая часть нашего ежедневного бизнес-канала. О финансовых рынках мы поговорили мало-мало. Ну а теперь время поговорить о бизнесе. Более в детальном, более локальном. Сегодня тема замечательная, на мой взгляд. Мы будем обсуждать с вами концертный бизнес в России. Вопрос такой замечательный. Кто привозит в Россию популярных музыкантов и организует их концерты? Задал я этот вопрос, а потом посмотрел. Напротив меня сидят люди, которые привозят в Россию популярных музыкантов и организуют их концерты. Ну что ж, давайте знакомиться с ними прежде всего. Итак, в студии бизнес-класса сегодня Андрей Саморуков и Дмитрий Зарецкий, основатели концертного агентства «Попфарм». Добрый день, Андрей. Здравствуйте. Добрый день, Дмитрий. Добрый день. Так, уважаемые слушатели, я напомню для вас. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. Сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, присоединяйтесь к нашей беседе. Ну что ж, все приготовления мы сделали. Давайте начнем эфир. Первый вопрос, как вы занялись этим бизнесом, да, что вас побудило? Я так предполагаю, что у вас есть собственная концертная история, да, историческая деятельность. Нет? Есть, да. Я проработал порядка 12 лет в компании «Савэнтертеймент». Крупнейшая компания концертной стороны и самая первая компания, которая начала этим заниматься еще в 87-м году. И вот в прошлом году я закончил там свою деятельность и вот решили с Андреем создать совместную компанию. И вот пока мы провели несколько мероприятий, не очень много, но пока все получается. Ну за год-то это нормально, да? Ну конечно, да. Хороший темп. Андрей, а как тебя привело? Ну, собственно, сам музыка, наверное. А музыка? Да. То есть образование музыкальное, да, ты музыкантом работаешь? Нет, скорее всего мы, я скажу, тоже замечу, мы, наверное, меломаны просто. То есть мы энтузиасты, как и все люди в России, которые вовлечены в концертный бизнес. Не знаю, скажем так, не скажу за всех, но для нас деньги это вторично. То есть прежде всего, конечно, хочется сделать что-то очень крутое и этим гордиться. Я работал до этого в киноиндустрии с Юсупом Бахшиевым, есть такой продюсер известный. Вот, и я занимался в том числе и продюсированием саундтреков. Вот, наши фильмы это «Анди Киллер», «Пара 88», «Жесть». Сделав, на мой взгляд, наверное, один из лучших современных саундтреков фильма «Фильм «Жесть» с Игорем Вдовиным, очень талантливый композитор из Питера, мы решили как-то продолжить музыкальную, так скажем, тему, и... Ну, то есть появилась мысль открытия гневства, да, вот этот концерт? Скажем, нет, следующий фильм «Пара 88», он был очень сильный по саундтреку, то есть мы делали вещи беспрецедентные для России, мы договорились с артистами международного уровня для того, чтобы они написали оригинальные песни специально для фильма. И по итогам, когда была премьера фильма, мы решили сделать фестиваль с этими артистами, только что открывшимся кубик Б1 на Джинькидзе. Вот, у нас получилось, нам очень понравилось, мы как хобби начали продолжать это делать, а потом мы поняли, что можно и деньги заработать. Вот, то есть помимо, да, удовольствия, как это говорят, приятное с полезным совмещать, да? Приятное все-таки это непосредственно участие, да, в процессе, я так понимаю? Конечно, да. Ну, деньги это все равно, да. Это необходимая вещь. Это необходимая вещь, но она все равно в нашем бизнесе достаточно вторичная, и вообще, да, в большинстве своем бизнес, бизнес, мы об этом поговорим, что он достаточно низкорентабельный, именно поэтому он бизнес в основном энтузиастов, просто любителей музыки. Если это вырастает, там, в большом количестве случаев это вырастает что-то большее, и вот из этого получается бизнес, но никто это не рассматривает, начав этим заниматься, как именно средство заработания денег. Серьезно. Ну, может быть, это зависит как раз от того, да, какого уровня какого артиста, собственно, прокатывается здесь, или не зависит? Совершенно не зависит, потому что большой популярный артист совершенно не гарантирует большие сборы. Бывало так, что у других наших коллег, то есть они теряли на артистах, которые собирают стадионы в Европе и в Америке, теряли здесь очень большие деньги. Так, интересно, Андрей, как думаешь, это чья проблема? Это, может быть, действительно, коллеги ваши все-таки немножко не оценили ситуацию, да, не надо было этих артистов ввести, а надо было других артистов? Я думаю, что это проблема публики. То есть, во-первых, этот концертный бизнес, он только начинает набирать обороты, и... Обороты в России-то имеют? В России, конечно, да. А до этого не было концертного бизнеса? Он был, ну как, он был очень стихийно, проходил там в конце существования Советского Союза, потом уже современной России в 90-х. Активным он стал последние, наверное, лет 6-7, мне кажется. То есть, россияне пока еще не привыкли к походу на концерт и не расценили того, как, скажем так, обычный досуг. То есть, аудитория пока не до конца готова потреблять концерты в таком объеме. То есть, мы, наша компания, ориентирована сейчас на работу именно с молодой аудиторией, те самые молодые россияне, которые были рождены в 90-х. У них другое отношение к действительности, да? Ну, это совершенно... Ну, то есть... Другая ментальность уже. Это другая ментальность, да. Это другие люди, да. Ну, это, скажем так, европейски ориентированные молодые люди, которые много путешествуют, и они знают, как это должно выглядеть, и вкусовые пристрастики. Другие, то есть, мы... Я понял, я хотел уточнить просто, может быть, мы о разных вещах говорим. Вот в вашем представлении концерт, это, может быть, совсем не то, что... Ну, представляю я для себя, потому что я немножко постарше все же, да, и я в свое время с удовольствием посещал всякие концерты в Московской филармонии или в Большом зале консерватории, или что у нас там был, зал России, например. Вот это концерт или то, что предлагаете вы сейчас, это какой-то другой формат мероприятия, нет? Нет, ну, это по стилям, да, может быть, другое, но все равно концерт, он и есть концерт. Да, и в Африке концерт. Да, независимо от того, кто на сцене выступает. Но мы в основном ориентируемся на более молодых артистов, которые появились не больше, чем 10 лет назад. Это не то, что это принцип работы, что с более старшими мы не работаем. Да, принципиально. Но просто нам интересно самим находить новых артистов каких-то и в том числе строить их карьеру здесь, то есть начиная с маленьких клубов потенциально довести до больших площадок. То есть вы в какой-то степени продюсируете, продюсируете даже их, да, в какой-то степени? Ну, можно, конечно, и так сказать, потому что это от нас не сильно зависит, общая их карьера, но здесь мы стараемся делать, что можно. А ищете вы их где? По всему миру, да, или где-то в странах бывшего Советского Союза? В основном мы занимаемся иностранными артистами. А почему так, Дим? Ну, не знаю, наверное, во-первых, потому что это более интересно, а сейчас в других странах... В других странах артисты не так зажаты в рамки формата пресловутого. Как в России. Ну да, потому что у нас все стараются... То есть группы, играющие на русском языке, они все хотят попасть на наше радио и вынуждены подстраиваться под формат. А иностранные артисты, они в большинстве своем, они этот формат, наоборот, создают, да, и уже все другие подстраиваются под них. И просто стилистически... Там, поскольку очень высокая конкуренция среди артистов, общий уровень, он все-таки пока еще повыше, да, чем у нас. Ну, уровень профессионализма. Профессионализма, да, конечно. И профессионализма, и уровень как музыкантов, как композиторов, исполнителей. Откуда, Андрей, а вот откуда то, о чем Дима говорит, взялось у нас, да, что у нас форматы устанавливают, ну, как бы, не творческие, да, не представители творческих профессий, а какие-то абсолютно другие. Ну, Амитя сказал, скорее всего, больше про, скажем так, рок-музыку, которые выступают, скажем так, артисты, которые выступают на фестивале «Нашествия» и, собственно, звучат на нашем радио. Но все это началось в конце 90-х, когда такое радио появилось, оно... Ну, то есть это нормально? То есть появилось радио какое-то? Они говорят, вот мы хотим такую музыку крутить. Если хотите, вот приходите к нам, мы вас включим. Все на самом деле меняется. То есть мы не помянули, то есть мы сказали о достаточно таком узком спектре, на самом деле, ну, он, на самом деле, большой, то есть как бы о одном из направлений. Есть много молодых артистов, которые сейчас... Я понял, Андрей, спасибо. Мы сейчас послушаем новости, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Андрей Саморуков и Дмитрий Зарецкий, основатели концертного агентства «Попфарм». Ну и мы обсуждаем с вами, как устроен концертный бизнес в России. Я еще раз напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы моим сегодняшним гостям. Ну и подрезюмировать, да, немножко предыдущую нашу с вами тему, тему разговора. Я так понимаю, все-таки, да, Дим, ваш взгляд за рубеж основан на том, что там больший выбор просто-напросто, да? Ну, в том числе, да. Там есть. Больше выбор, да, и больше разной музыки именно. А, кстати, извини, вот когда вы выбираете, да, тем более, что есть этот выбор, да, выбираете какого-то конкретного или несколько конкретного артистов, вы, опять-таки, чем прежде всего руководствуетесь? Собственными предпочтениями или смотрите на российский рынок и оцениваете возможность, да? Вот этот сработает, этот не сработает. Нет, конечно, мы, да, это все-таки бизнес, поэтому, понятное дело, мы смотрим на... не на собственные предпочтения, хотя они тоже играют роль, а в основном там проводятся исследования. В основном это интернет, там, и соцсети. То есть... Ну, что делается? Вы там запланировали кого-то привезти уже, да? Сначала проводите некий опрос в социальных сетях, говорите, ребята, вот мы везем там кого-то, как вам? Ну, можно и так сказать, да, мы смотрим там основной инструмент, это ВКонтакте, то есть смотрится по количеству... ВКонтакте, потому что это ваша аудитория, да, там, помоложе народа. То есть только, то есть там, в основном, как раз наше и есть. И смотришь на количество фанатов определенной группы, которые там записаны в эти группы, фанатские объединения, и примерно, то есть есть примерно прямая зависимость между количеством человек в группе и сколько этот артист может собрать человек. Она достаточно прямая, то есть смотришь количество проигрываний песен, количество просмотров видео и вообще, что люди пишут. Смотришь, то есть оцениваешь примерно потенциал, и после чего там... А после чего делаешь вывод? Вот надо его привезти, потому что на него, смотрите, какой спрос. Так именно выстраиваются? А потом идет уже сложный процесс переговоров. Ведь не каждый, наверное, в Россию-то с удовольствием захочет ехать, Андрей. Ну, были такие случаи, когда у вас действительно аудитория здесь потенциально уже все готовы на ушах ходить? Такие артисты есть, которые до сих пор не приехали в Россию, как, например, Том Вейтс или Питер Гэбриэл, или группа Радио Хэд. И, естественно, любой промоутер из России был бы счастлив. Может быть, вы в курсе, они по каким причинам все-таки Россию не милуют пока еще? Питер Гэбриэл по политическим, Том Вейтс по... По личным, скорее. По личным, да. Вообще мало выступает просто. Да. А Радио Хэд, ну, просто пока не сложилось. Ну, надеемся, что скоро... Ну, во многих случаях, то есть пока еще для... Если для артистов, там, в 80-х, в 90-х, для иностранных России была экзотикой, и все стремились, то сейчас... Все стремились почему? Посмотреть? Посмотреть, да, потому что никто там был... Да, был железный занавес. Медведя на улице, да? Никто не знал, что здесь происходит. А сейчас мы пока там из, к сожалению, к большому, из экзотической страны. Пока мы еще для иностранного шоу-бизнеса страна третьего мира, и... Уже не экзотическая. Уже намного меньше, да. Намного меньше экзотики в нас. И артисты... То есть мы у них не в приоритете. У них есть определенное время, период времени, когда они готовы давать концерты. И они, понятное дело, предпочитают, в первую очередь, проехать по Америке, по Западной Европе, там, Австралию, Юго-Восточную Азию, а Россию уже оставить на потом, если останется время. Связано в основном с этим. Хотя, здесь гонорары платятся... Ну, вот я хотел как раз об этом и спросить. Я говорю, ну, хорошо, артист, он, да, затевает турне или просто там какие-то серию концертов. Он смотрит, а где может заработать? Он, наверное, так тоже рассуждает. Где может заработать? В России, да, наверное, это не самые малые гонорары. Что же? Ну, понятно, но у нас... Большая проблема у нас это расстояние между городами. Потому что у артиста, у любого, у него есть определенные расходы. Ежедневные, то есть платится зарплата персоналу. Гостиницы, саня, пачки, переезды суточные и так далее. Эта сумма, она не зависит от того, артист находится в России, в Америке или в Чили. И если, например, за неделю артист в Германии может дать 5-6 концертов, в России за неделю максимум 2-3. И то, видимо, да, между Москвой и Санкт-Петербург? Москва, Санкт-Петербург, возможно, Екатеринбург, еще Новосибирск иногда бывает, доезжают, но не дальше. И все это перерывы между городами минимум 1-2 дня, а то бывает так, что им надо делать 3. И поэтому артист вынужден поднимать свой гонорар, потому что иначе он просто потеряет деньги, ему будет самому невыгодно. Ну здесь, по крайней мере, уже бизнес-причина, да, то есть выступление в России в какой-то момент нерентабельным становится. Именно. Да, действительно, если в Европу проехал, там, не говоря уж, что города там практически рядом, да, там страны-то, да, перешел дорогу, и вот уже Австрия, перешел дорогу, вот тебе уже Швейцария. Вот, а у нас там ближайшая точка, вот, из, до России, из Хельсинки, если ехать до Санкт-Петербурга, порядка 500 километров, но вместе с переходом границы, с таможней, это все равно занимает, как минимум, полный день переезда. Еще столько уже доехать до Москвы, еще два дня, как минимум, чтобы вернуться обратно. Да, неоптимистичная картина складывается, но, тем не менее, да, Андрей, вы кого-то уговариваете-таки приехать в Москву и выступить. Вот, кто эти люди? Они, наверное, еще не, ну, не звезды, да, в таком хорошем смысле этого слова, и люди молодые, и тоже, видимо... Ну, не совсем так. Нет? То есть мы, а не то, чтобы уговаривать, мы делаем предложения, которые артист принимает. Или не принимает. Или нет. Или не принимает. Мы, на самом деле, работаем с артистами разного уровня, то есть от больших уровней олимпийского до совсем начинающих. Вот, у нас был... А начинающие где, кстати, выступают в России? По клубам? Да, небольшие клубы. Где-то там от 500 до 1000 человек. Вот у нас буквально две недели назад прошел наш первый фестиваль «Субботник» в парке Горького. Мы привезли группу «Артик Манкис». Подожди, пожалуйста, наш первый фестиваль. То есть это фестиваль, который вы исключительно сделали? Да, мы придумали и реализовали. «Артик Манкис» — группа из Великобритании, которая неделю... За неделю до нас выступала на Гластенберре, и это был хедлайнер. Миссис Роллинг Стоунс, да. Хедлайнер — это, скажем так, главный артист, который выступает последний уже, когда... А что, а роллинги на разогреве у них, что ли? Нет, нет. Ну, а там фестиваль идет несколько дней. «Артик Манкис» выступали главными в пятницу, «Роллинг Стоунс» были главными в субботу. Понятно. Но «Роллинг Стоунс» главнее все-таки, потому что они в субботу выступали. Вы знаете, нет. Я не могу сказать, что ажиотаж в английской прессе был по поводу «Роллинг Стоунс» больше или меньше. «Артик Манкис» — это одна из самых больших английских групп, которые котируются во всей Европе, и даже в Америке. Они из молодых, да? Они 10 лет назад были, скажем так, образованы. Мы провели последние 5 лет в переговорах с менеджментом и агентом по поводу их приезда. Последние 5 лет? Да. И только мы. Это одна из самых желаемых групп. Вот я перечислил такой небольшой список из артистов, которые пока никогда не приезжали в Россию. Питер Габриэл, Том Вейтс, Радио Хэд. А «Артик Манкис» были одними из них. В этом списке? Да. Они были хедлайнерами фестиваля «Субботник» в парке Горького, и было удачное стечение обстоятельств. Подошла дата, прекрасный локейшн, сам парк Горького, и они стали главными артистами фестиваля. То есть это артисты, которые сейчас, в данный момент, одни из самых больших и популярных в Европе. То есть говорят о том, что они новые, и там... То есть мы не то, что их уговаривали, мы предложили им сделать предложение, от которого они просто... Не смогли. Ну не могли отказаться, да. Вот кроме них выступали артисты, которые совсем молодые. Извини, пожалуйста, вот по поводу предложения, от которого невозможно отказаться. Решающим аргументом... Деньги? Цифры? Нет. Нет, совсем нет. Это само мероприятие, место. Они не были в России, да? Не были никогда. Да, и общая комбинация просто сработала. То есть вполне возможно, что... В другое время, да? В другое время, в другое место, и за большие деньги они бы отказались. Кстати, я так предполагаю, что иногда отказ, да, зависит не от гонора и не от гонорара, да, такая игра слов, а зависит от того, что у всех график достаточно насыщенный, правильно? От множества факторов зависит. Мы знаем, что Артихманки сделали с предложения финансово более выгодные, просто мы очень дружны с менеджментом и с агентом, и тут это немаловажный фактор репутации. И, собственно говоря, мы очень много делали концертов именно с этим агентом. И второй момент, конечно, это очень привлекательно для артиста иностранного площадка, потому что парк Горького, конечно, это культовое место. Ну, а иностранцы об этом знают, и для нас это культовое место. Для них тоже в том числе, да. Для них, конечно, Горький парк, безусловно. Вот, поэтому, да, вот, все сложилось. То есть, интересная деталь такая, да, что для иностранцев все-таки, да, поездка в Россию еще имеет некие такие, да, культовые основания, что надо побывать именно в России, побывать, условно, на Красной площади, в парке Горького. Это обязательно, да, обязательная программа. Ну, а вот, а по поводу предложений, гонорар, то есть, с большинством артистов так, что можно довести, если даже они отказываются, можно довести сумму гонорара до цифры, когда они дрогнут и согласятся. Но это просто тогда становится экономически невыгодно, потому что такое количество людей за такие деньги просто не пойдет. Даже если хотят, они не смогут себе это позволить, и при многих концертах больших артистов стадионных бывало так, что дешевле слетать, не знаю, в Хельсинки, или в Прибалтику, или в Польшу, вместе с билетом на самолет, с гостиницей, с билетом на концерт получалось дешевле, чем пойти на концерт в Москве. Ну, у нас, кроме того, что гонорары высокие, достаточно по средним меркам европейским, у нас еще большие расходы, очень сильно, то есть, технические расходы, аренда, аренда, потом визы, как минимум, очень большая часть расходов, визы, таможенное оформление, и все, собственно, реклама стоит очень больших денег. Ну, по поводу площадок тоже наверняка даже... Площадки, нет, площадки стоят сравнимых денег, как в Европе, да, просто, скажем так, за эти же деньги ты получаешь хуже по качеству. Но эта ситуация с площадками, ситуация начинает исправляться, в Москве открываются новые какие-то среднего уровня. Ну, вот я хотел сказать, из них, да, раз-два я обчелся у нас, площадок, ну, таких квалифицированных, на которых можно действительно кого-то... Ну, если бы говорить про большие площадки, это пока только олимпийские, которому уже, сколько, больше 30 лет. Да, в Лужниках сейчас ничего не делают уже, да? В Лужниках ничего не делают, она достаточно маленькая по уровню, Крокус дает уже немножко другого формата сидячий концертный зал, а надеемся, что там через 2-3 года вот обещают все закончить и арену «Спартака», и «Динамо» тоже. То есть альтернативы олимпийскому практически нету сейчас? Пока нет, но ситуация поменяется. Сейчас еще раз новости, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем бизнес-класс на «Финам.ФМ». Мы сегодня обсуждаем концертный бизнес в России. В гостях у меня Андрей Саморуков и Дмитрий Зарецкий, основатель концертного агентства «Попфарм». Телефон студии 6510-99, 6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Ну, что ж, давайте, если не возражаете, уважаемые гости, заглянем вглубь, что ли, да, происходящих событий в концертном агентстве, на кухню этого самого концертного агентства, в кавычках, конечно, да, что происходит, как вообще выглядит, да, этот бизнес. Я предположу, что настолько много проблем, которыми занимается концертное агентство, что, да, мама не горюй, далеки, причем, да, в большинстве случаев далеки они от проблем творческих, от задач творческих. Ну, творчества, творчества как раз, да, не очень много в нашей работе. Расскажи, Дим, как выглядит это все? Как выглядит весь процесс? Весь процесс, есть некий артист, который собирается поехать в тур по Европе. У каждого артиста есть менеджер, есть агент. Агент занимается только вопросами, связи с разными городами, получением предложений, собственно, подписанием контрактов и собиранием денег, и плюс выстраиванием маршрута. Гипотетически приходит менеджер к агенту, говорит, группа готова поехать в тур по Европе, вот я тебе даю три недели. Агент начинает обзванивать всех промоутеров в разных странах, которых он знает, говорит, вот группа готова, давайте предложения свои. Собирает эти предложения, выстраивает какой-то маршрут, приходит к менеджеру, говорит, вот у нас есть там за три недели можем отработать 15 концертов. Общая сумма, которую мы можем получить, она такая. Они потом, после чего артисты делают бюджет, смотрят, насколько это им выгодно, и или соглашаются, или не соглашаются, или говорят, там, мы хоть в эти страны мы не поедем, лучше поедем в те. И после чего запускается процесс анонсирования, продажи билетов, собственно, подготовки, техническая подготовка к концерту, рекламной кампании. Ну, а вот концертное агентство непосредственно, да, вот оно в какой, в какой части подключается? В какой этапе? Оно подключается в части, как раз это мы, одни из тех людей, кому звонит агент и спрашивает, есть вот этот артист, что вы готовы, что вы хотите предложить. Иногда бывает, что уже тур сформирован, но артист где-то неподалеку, там, Польша, например, Прибалтика или Финляндия, можем заехать, да. Или мы сами тоже это все мониторим постоянно и смотрим, есть анонсированный тур, артист либо Прибалтики и Финляндии заканчивает или начинает, и связанность с агентом, не хочешь ли добавить там один-два концерта в Москве, в Питере. Они думают и соглашают. Или соглашаются. И соглашаются. Ну и хорошо, вот они согласились, все, и у вас начинается горячая пора, да, Андрей? Чего надо делать? Надо с площадкой договориться, да, надо билеты продать, надо рекламную кампанию, ну, в другой последовательности может быть, да. Что? Ну да, нет, площадка примерно, то есть она ставится в бронь. То есть она уже есть, да? Она уже есть. Словно говоря, она всегда под вами, если что. Ну, можно, то есть отношения с площадками есть, можно просто забронировать дату под себя, и как только артист подтверждает, тогда сразу подписывается площадка договор. Билеты тоже сначала вообще по-хорошему не все делают, но составить бюджет точный, чтобы понять, сколько надо брать билетов, чтобы как минимум выйти в ночь. Но это может быть, в принципе, невозможно, точный бюджет составить, да? Ну, точный, конечно, нет, но примерно понимаешь, конечно, что, сколько стоит, на какой площадке, примерно понимаешь стоимость гостиницы, стоимость аппаратуры, потому что она не сильно меняется. Вот, после этого, да, запускаешь продажу билетов и начинаешь рекламную кампанию, это все одновременно идет. Это все на вас лежит, да, тоже? Конечно. А для этого деньги какие-то нужны? Вы что-то, у кого-то их берете или что, инвестируете? Что-то финансируется из собственных средств, что-то за счет продажи билетов, потому что билеты покупаются не так, как хотелось, но все равно часть билетов покупается заранее, и, таким образом, получаются средства на оплату всего. Потому что артист получает гонорар заранее. Сто процентов. Да. Сто процентов предоплаты. Да, только предоплата. Хотя эти деньги лежат на депозите у агента, потому что по иностранному законодательству артист может получить этот гонорар только уже за отыгранный концерт. Понятно. А если артист сам заболел, не приехал, по причинам, не связанным с нашими действиями, то гонорар возвращается полностью. Это нормально. Это гарантии есть все-таки, да? Ну, хоть какие-то, да. Также для этого все равно есть расходы невозмещаемые. Если концерт отменяется, то аренда площадки все равно платится. И это все равно на ваши плечи ложится, естественно. Да, реклама все равно платится. Но для этого существует страхование от отмены концертов. И оно в нашей стране пока еще только на начальном этапе, но оно работает. Работает? Вы пользуетесь, да, услугами? Да. Здорово. А действительно страховой случай наступал хоть однажды, Андрей, в вашей практике? Бог миловал. Слава богу, да. У наших коллег там бывало, наступали, да, и все было выпущено. Без проблем, да? Не как по автострахованию? Нет. Полгода надо ходить, доказывать, да, что... Понятно, это долгий процесс все равно, да, подтверждение расходов и так далее, медицинские справки от артиста. Не приходилось, да, это все делать? Нет, не приходилось. Но артисты сами тоже дорожат своей репутацией. Конечно. Для них это тоже бизнес, в первую очередь. Один раз вроде пожадничаешь, а потом никто ее не пригласит больше. Ну да, есть... То есть я не могу назвать, но мне говорили страховщики, в основном иностранные, что есть несколько артистов, которых вообще не страхуют, потому что они просто непредсказуемые. Понятно. Ну а вы, кстати, с такими артистами тоже бы не связывались, да, Андрей? Или... Ну мы знаем имена, поэтому мы не будем связываться. Серьезно. Да, вот группа Guns and Roses особенно известна тем, как... То есть иногда отменами, но чаще задержками там на три часа, четыре часа. И никто с этим поделать ничего не может. Это просто риск, который все готовы нести. Готовы все-таки, видишь, да, потому что востребованы же, музыканты востребованы, да, артисты востребованы. Хорошо, Андрей, ну и учитывая, да, действительно достаточно большой пласт работы, что называется, да, который на ваше плечо ложится, я предположу, что у вас в вашем концертном агентстве чуть больше, чем двое. Да, это так. Сколько еще народу и кто эти люди? У нас еще работает четыре человека сейчас. Ну всего лишь, я тогда скажу, всего лишь четыре. Ну, вы знаете, на самом деле мы начали наше агентство сразу же с большого проекта, «Субботник». Вот, и, естественно, будучи, наверное, немножко романтично настроенными молодыми людьми, которые первый раз открыли свою компанию, мы планировали, конечно, что мы все пойдем немножко в более расслабленном темпе. То есть мы обойдемся малой кровью, да, мы будем вот так вот лежать на диване. Мы идем в офис, да, у нас будет красивый диван, да, у нас будет красивая секретарша, которая будет нам готовить кофе, мы не будем ничего делать. Не, ну, в принципе, ради чего затевать бизнес тогда, если вот этого всего нет? Нам хотелось, да, чтобы нанять сотрудников, чтобы они работали, а мы руководили. Иногда приезжали бы, да, типа, ну, как у вас делать, все нормально? Ну, хорошо, я поехал на дачу или там куда-то, я поехал. На самом деле все произошло немножко не так, нам пришлось работать и усиленно работать. То есть с момента, когда мы въехали в офис сразу же практически после новогодних праздников, у нас был анонсирован фестиваль «Субботник», мы, собственно говоря, пришли в себя только на следующий день после фестиваля. Ну, кроме этого, у нас есть и другие проекты, то есть мы делали, сейчас был тур Offspring, у нас на следующей неделе будет очень большой концерт, эта группа из Великобритании называется The XX, вот, который очень долго, очень давно ждут в России, у которой очень большая фонанская база. То есть у нас хватает дела. У нас есть пиар-отдел, в котором работают три человека, и у нас есть турменеджер по логистике. Да, занимается пребыванием артистов, там, и графиком, и переездами. Встречей, встречей, да, все это, сопровождением. Ну, кстати, ты начал говорить, что вы сразу, сразу, да, первый ваш проект был такой глобальный, вот этот самый «Субботник». Для него наверняка большее количество персонала потребовало, да, помощника? Ну, само собой, да, но... А потом вы, там, часть, например, имели возможность распустить, там, по домам или куда-то? Не, ну, там, технической стороной делала, занималась специальная компания, которая занимается только этим, техникой на концертах, потому что просто невыгодно содержать такое количество людей постоянно, проще нанять компанию, которая это все делает, да, и дешевле. И, понятно, что наняли под фестиваль очень большое количество людей дополнительно, но только на проект. Ну, и так, наверное, опять-таки, если мы говорим о бизнесе, прежде всего, да, так правильней, так рентабельней, чем платить ему за плату, пока нет, там, заказа, бывает же такой, да? Бывает, да, то есть бизнес очень, достаточно нестабильный, бывает так, что в месяц 5-6 проектов, а бывает так, что в несколько месяцев вообще ничего нет. Так лучше собрать команду под проект, сделать ее, да, все довольны. Давайте слушать звонки, вот, видите, есть у нас интерес. Илья, добрый день, вы на линии говорите. Добрый день, спасибо огромное за очень интересных гостей, спасибо гостям за подробные ответы на вопросы, причем вопросы часто провокационные. Я хотел вас уточнить, ну, не уточнить, может быть, не отвечать на этот вопрос, насколько прибыльный бизнес, вот именно агентский бизнес, насколько выгодно, вот, учитывая нашу нестабильность ситуации в стране, цены, ценовую политику и так, сезонность, насколько выгодно этим бизнесом заниматься, вот, вот, можете не отвечать, потому что я понимаю, что это вопрос, связанный... Ну, я думаю, цифры, цифры, да, Илья, цифры вам вряд ли сейчас озвучат. Абсолютно, потому что насколько это выгодно, то есть. Спасибо, спасибо за вопрос. Ну, я, наверное, отвечу все-таки на вопрос. Бизнес, он, конечно, то есть он не такой выгодный, как нефтяной, газовый и тому подобное. Я, извини, конечно, я просто ждал сейчас, что, как правило, мы говорим, ну, вот, моржа высокая, ну, это не как нефтянку, да, как, не как качать нефть. Ну, да, ну, само собой, конечно, бизнес, он зарабатывает деньги, иначе, если бы он не заработал, никто бы этим не занимался. А рентабельность достаточно низкая, то есть, рентабельность 20, там, 15-20 процентов, это, в принципе, достаточно высокая. Для вас? Для бизнеса в целом. То есть, именно поэтому это... То есть, подожди, для бизнеса в целом 20 процентов это высокая рентабельность, соответственно, у вас рентабельность низкая, то есть гораздо меньше, чем 20 процентов. Правильно я понимаю? Ну, бывает, 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 я говорю, средняя рентабельность, вот 15-20 процентов, это нормально. Ну вот, то есть бывает, бывает, конечно, больше, бывает так, что это все в минусе, и именно поэтому я сказал, что вначале, что бизнес в основном делают энтузиасты, для которых деньги вторичные. То есть да, мы опять-таки говорим, на чем рождается эта идея, все-таки сначала она рождается на ощущение их внутри где-то, а потом уже включается калькулятор, включается мозг, и говоришь, ну правильно, мне этим хочется заниматься. Все в основном начинают и делают концерты своих любимых групп, а потом думают, вот, можно еще, оказывается, денег немножко заработать, хорошо, значит, надо заняться. То есть такая позиция стандартная все же, да, такая ситуация стандартная? Ну конечно, то есть ради денег в этот бизнес не приходит никто, и более того, среди наших коллег нет ни одного очень состоятельного человека. То есть олигархов от концертного бизнеса, если это может быть не артист, только какой-нибудь большой, их просто не существует. Я понял. Так, давайте, у нас еще один звонок есть, мы послушаем, ответим тогда уже после новостей. Матвей, день добрый, вы в эфире говорите. Да, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, добрый день. У меня вот такой вопрос, может быть, вы прольете свет. Вот насчет группы из CDC, насколько я знаю, они планировали много раз приехать в Россию за какой-то временной период, и даже в последней своей турне поддержку альбома Black Ice, и даже на своем официальном сайте Москва у них значилось турне, но уже много раз концерты не состоялись. И как в одном из интервью, по-моему, маленький, ну, Янг, как бы Винон, на это перекладывал на организаторов с нашей стороны концертов. Вот я хотел узнать, может быть, вы сможете пролить свет на эту историю, почему вот столь знаменитой группы, ожидаемой, по-моему, очень многим у нас в стране, концерты раз за разом не могут состояться. Я понял. Хорошо, хорошо, наверняка прольют сейчас свет мои гости. Мы послушаем новость только сначала Матвей, хорошо, а потом ответим на ваш вопрос. Ну что ж, друзья мои, мы продолжим наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ мы сегодня обсуждаем тему концертного бизнеса в России. В гостях Андрей Саморуков, Дмитрий Зарецкий, основатели концертного агентства PopFarm. Вопрос от Матвея прозвучал до новостей, ну и, собственно, ответ на него прозвучит после новостей. Дима, да, из твоих уст? Ответ будет не очень интересный. Ну ты сразу не разочаровывай, наоборот. Все просто... Скажи так, я знаю, но сказать об этом не могу. Пока. Ну, возможно, да, когда-нибудь до этого дойдем, что скажем. Про поводу группы ACDC был задан вопрос. Я думаю, что основная причина, что это просто все не складывалось логистически, по времени, по графику. То, что проблемы с организаторами, с местными, я очень сильно сомневаюсь, потому что большинство наших коллег работают на очень профессиональном уровне. И, например, я сталкивался с работой людей в концертном бизнесе, особенно там юг Европы, Испания, Италия и Франция. Там вообще люди вообще не очень любят работать, а в этом бизнесе тем более. Поэтому у нас в компании большинство, они очень профессиональные, и я не уверен, что это связано именно с этим. Скорее всего, просто не сложилось. То же самое, как говорили со временем, что группа YouTube никогда не приедет в Россию, потому что там из-за каких-то политических проблем. Но просто это не складывалось по графику, вот так удачно сложилось, и они все равно приехали. То есть никакая политическая подоплека здесь не причиной, да? Думаю, вообще никакой, да. Потом группа ACDC, они уже ребята не молодые, и им просто тяжело ездить в тур по 2-3 года, как они это делали 20-30 лет назад. Ну, в другой стороны, может сократить немножко время гастрольного тура. Не 2-3 года, а 2-3 месяца. Хотя это опять становится нерентабельным в какой-то момент. Ну да. Кстати, очень интересную тему сейчас, да, Дима, отвечая на вопрос, поднял. Мы говорим о том, что представители вашей профессии в Европе, ну, я с тобой соглашусь по поводу Юга Европы, потому что, в принципе, там другая ментальность, там другая атмосфера, там солнышко все время светит, там работать грех просто-напросто, там надо все время отдыхать. Но, тем не менее, у них же наверняка опыт, да, профессиональные действия гораздо больше, чем у вас конкретно и у ваших коллег. Ну, мы говорили, там, 10 лет всего лишь этому бизнесу в России. Ну, само собой, да, в Европе и в этом бизнесу уже 50 лет. И тем не менее, ты говоришь, да, что наши, многие наши, если не все наши представители концертного бизнеса, гораздо профессиональнее, чем то, что мы говорим. Я бы не сказал, что профессиональнее, но, как минимум, уровень высокий, и он совершенно не ниже, чем в Европе. Но, как вот наша страна в начале 90-х очень быстрыми темпами перешла из социализма в капитализм, также и здесь пришлось учиться в авральном режиме. Поэтому и все... Сама жизнь заставляла. Да, жизнь заставляет, и все очень быстро учатся. А там, конечно, есть традиции давние. Хотя, как рассказывали иностранные коллеги, то есть в 60-70-е годы это только начиналось, и все делалось на коленке, и в первый раз никто не знал, как это происходит. Ну вот они тоже, они научились, передали нам опыт какой-то. Приезжая сюда с иностранными артистами, и очень много там в 90-х слышал истории, рассказывали, как что делать, и никто просто не понимал, почему это надо именно так делать. Вот сейчас уже у всех, большинства наших коллег, уровень профессионализма, он очень высокий. Здорово. Ну, опять-таки, да, дорогу оселит идущий, что называется. Вот ситуация возникла, что это нужно делать, да, кто-то захотел это делать по разным причинам. И вперед, и с песней, что называется. Кстати, по поводу, ну, вашего конкретного, естественно, участия и ваших коллег. Мы, я так имею, я так думаю, мы преимущественно говорим все же, да, о деятельности вашей в Москве, прежде всего, или там в Питере. В России. Да, в других крупных городах. А вообще, как бы, в регионы бывает, что приезжают иностранные? Бывает, то есть в России, больше не скажу точно, но, по-моему, как минимум 10-12 городов миллионников, и туда ездит достаточно большое количество артистов. Больших, к большим они еще артистам не готовы. Города сами не готовы. Сами города, но в городах еще проблема в том, что за редкими исключениями очень мало площадок концертных. И площадки, они или очень маленькие, или они в ужасном состоянии. Потому что, вот, например, был какое-то количество лет назад в Самаре, там есть дворец спорта на 3,5 тысячи. Ну, смотри, Самара, это все-таки, да, это большой город. Самара, большой миллионник, да. Столица по Волжье, практически. Да, именно, но там есть дворец спорта, 3,5 тысячи мест, но мне кажется, что он не ремонтировался с момента постройки, уже лет 40, как минимум. Постройки Самары, причем. Ну, может быть и так, да. То есть он абсолютно в ужасном состоянии, и, конечно, там все можно сделать, но... Если захотеть, да. Но больших концертов, большим концертом они не готовы. Хорошие есть площадки в стране, в Хабаровске, в Казани, в Новосибирске более-менее, в Ярославле отличный дворец спорта. Вот везде, где есть сильные хоккейные команды, там сейчас начали строить арены, и там все это можно делать. В Казани сейчас, и пока вот еще, пока не было уже какое-то время, но видим, что универсиады построили. Ну, сейчас универсиады, конечно, там наши порвали всех там просто. Из 350 комплектов медалей, насколько я читал, Тристан у наших. Ну, о чем вы говорите-то? Хоть никак на Олимпиаде, я на Олимпиаде, надеюсь, будет так же. Ну, это была тренировка для, собственно... Вот, в Сочи тоже, я знаю, там построили какое-то количество, в Краснодаре отличные тоже площадки. То есть, сейчас ситуация улучшается. К чемпионату мира по футболу 2018 года и стадионов должны построить. Да. Вполне возможно, что сможем увидеть, не знаю, через какое-то количество лет там тур. И сидиси. Ну, может быть, тур и сидиси по регионам России. Конечно, столько уже площадок, только что ты сейчас озвучил, действительно, им не нужно... Даже если три года они все-таки захотят покататься, им не нужно выезжать за пределы России никуда. Они вот так по кругу, да? Москва, Петербург, что-то... Ну, я на самом деле считаю, что Россия имеет очень большой потенциал с точки зрения концерта. То есть, смотрите, Андрей, смотрите, во-первых, если мы говорим все же, да, о том, что иностранный артист, ну, сейчас не говорим об уровне иностранного артиста, в принципе, да, иностранный артист, который захотел бы посетить Россию с гастрольным туром, да, собственно, не возражал бы и против не Москвы, и против не столичного города, да, не только в Москву и в Питер. Он с удовольствием поехал бы и в ту же Самару, и Вярославль, и еще куда-то. Но вопрос в другом, правильно? Самара не готова принять иностранного артиста, правильно? Другой город тоже не готов. То есть, опять, проблема-то не оттуда, а проблема отсюда. Ее надо здесь решать, правильно я понимаю? Ну да, есть, также, опять, пока еще уровень жизни в регионах и уровень зарплаты, он пока ниже, но получается, то есть региональный тур возможен только, конечно, при наличии графики еще Москвы и Санкт-Петербурга, потому что в них платятся площадки больше, билеты дороже, и платится артисту больше денег, и в среднем за тур, то есть он может получить то, что его устраивает вполне. То есть просто по регионам поездить, это будет опять не окупиться просто. Не, ну, маленькие артисты, там, клубного уровня, они, конечно, все ездят, но большим пока не готовы, но Россия, конечно, там, лет через 10, надеюсь, что если все поет хорошо, может стать как самостоятельным концертным рынком в отрыве от Европы, как многие артисты, например, ездят только по Америке, или там делают большой тур месячный и двухмесячный по Австралии. Ну, по Австралии можно представить, потому что Австралия, она оторвана от всего другого мира, достаточно серьезно. Ну, можно немножко там заехать и в Юго-Восточную Азию, там, Сингапур, Индонезия и так далее, но Россия, если там много проблем инфраструктурных, конечно, там, и с дорогами, в первую очередь, извечная проблема, А очень удобно для артистов будет, в принципе, сейчас можно это делать, когда они на гастролях по Юго-Восточной Азии перелезают в Владивосток и через Россию возвращаются обратно в Европу. Да, очень удобно, и были прецеденты, но это скорее исключение, чем правило. Ну, пока исключение, к сожалению, но, с другой стороны, да, смотрите, такой специальный тур, есть тур по Штатам, есть тур там, да, по Австралии, по России, да, от Востока до Запада, всю Россию проехал. Ну, и одни из первых, из больших, вот группа Скорпионс, в 2002 году первые проехались, при моем скромном участии, в том числе, было, если правильно помню, 17 концертов на протяжении четырех недель, при этом Москвы, Москвы, Санкт-Петербурга не было в этом туре, это все региональные города, и во многих из них живого иностранца никогда не видели, не то что группу. И то, что Скорпионс. Да, и поэтому делать это возможно, я думаю, что этого будет больше и больше, и сейчас открываются площадки и клубы в городах, там, например, телеклуб в Екатеринбурге, который рассчитан на более молодую аудиторию, Екатеринбург вообще город достаточно продвинутый, поэтому уже, кроме Москвы и Питера, можно еще один, два, может быть, три концерта добавить, для артистов это более интересно, и, соответственно, они больше все застремятся. Я понял. Ну и осталось немножко времени, Андрюш, твой взгляд в будущее, и даже с точки зрения того, что, понятно, что спрос рождает предложение, известная такая рыночная истина, и если действительно, ну начнем давайте с себя, если в России появятся возможности, даже региональных, ну и в столичных в том числе, да, городах будет много профессиональных хороших площадок, да, будет много, я не знаю, хороших дорог, будет много качественных, там, я не знаю, техники музыкальной. Наверняка появится и, да, вот этот самый спрос, он рождает предложение, что появится еще и много концертных агентств. Сейчас конкуренция-то, я так понимаю, не особенно уж вас так беспокоит? Ну, я бы не сказал. Все-таки существует конкуренция. Конкуренция колоссальная, на самом деле, из серьезных компаний, которые уже давно на рынке, плюс компании, которые появляются как грибы после дождя, да, каждый год, которые, скажем так, делают один-два проекта, обычно один, после этого они или разоряются, или там преследуются. Ну, такие, наверное, вам не конкуренты все же. Понятно, что каждый раз появляется... Скажу так, они не конкуренты, это люди, которые портят рынок, то есть... Это проблема, да. Да, то есть, грубо говоря, скажем, ареноме у нашей страны, у многих артистов, оно совершенно неправильное, то есть, которое испорчено... И оно благодаря вот таким, да, таким конкурентам? А благодаря кооперативам, которые, собственно, у нас, ну, они до сих пор, этот рынок существует, мы не против него, но то, что было, скажем, лет пять назад, это было, конечно, на каком-то таком совершенно диком уровне, и артисты получали безумные деньги. Безумные деньги, и, собственно говоря, не все артисты отделяют публичные выступления от кооперативных. Второй момент, то, что не все, не все... Всем кажется, что это очень легко. Легко, ну, тут... Ну, наверное, да, позвонил, договорился, что-то встретил, выступил. Все смотрят, там, например, полный аншлаг на стадионе. Друзья мои, очень интересно, у нас время, к сожалению, закончилось, давайте я вас поблагодарю. Андрей Самороков, Дмитрий Зарецкий, основатель концертного агентства PopFarm, сегодня в бизнес-классе. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое.